Так, ну я думаю, все здесь, кто хотел подключиться. Давайте начинать. У нас в гостях вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров. Ярослав, ну скажи пару своих таких впечатлений от того, как прошел турнир. Пусть он сложился не совсем удачным образом, да, без медали остались, тем не менее. В первую очередь, хороший опыт, колоссальный опыт команды получила. Много чего не получилось. Но это жизнь, так бывает. Спорт, хоккей. В принципе, все, что можно сказать. Ярослав, Павел Сенков, Матч.ТВ. Получилось так, что перед самым началом турнира Хабибуллин покинул пузырь. То есть ты, получается, вынужденно занимался дистанционно, да, с Давыдовым. Как это отразилось на твоей подготовке? Как вообще у вас дистанционная работа шла? Работа шла хорошо. Как бы тренировочный процесс все равно мы на сборах. Основной фундамент был заложен на сборе в Новогорске. И, соответственно, здесь не так было много времени, чтобы тренироваться здесь в основном игры. Поэтому разборы игр шли, анализ игр корректировали. Так что, в принципе, все хорошо шло. А насколько был ваш факт, что живой человек стоит рядом, психологически настраивается? Или с Хабибуллиным такого не было у вас? Эта жизнь всякая бывает случилась так, как случилось. И работали, работали как есть. Да, Ярослав, Панушев, Павел, чемпионат Ком. Только что Василий Подколзе на пресс-конференции сказал, что подставили Лорионова и тебя, игроки, в частности, он своей игрой. Как бы ты прокомментировал эти слова и согласен ли ты, что где-то полевые игроки могли получше сыграть, чтобы и тебе полегче было? На личности переходить не буду. Команда выигрывает, все вместе, команда проигрывает, все вместе. Поэтому у меня только такой комментарий будет. Кого-то выделять не буду. Все вместе выигрывали, все вместе проигрывали. Если сейчас... Главный вопрос. Почему все-таки клюшка-то выпадала у тебя постоянно 15 раз? Это какая-то проблема системная или просто не нравится тебе клюшка? Дорогие друзья, у меня есть для вас интересное предложение. Вы все знаете, что хоккей – это серьезная игра. И поэтому вам предлагают серьезную ленту. Мастерство – ключ к созданию лучшего продукта. А хоккейная лента Компостик производится крутыми профессионалами с большим опытом работы. Компостик предлагает вам полный выбор лент, специально предназначенных для хоккея. Включая ленту для клюшки, ленту для щитков и грипп-ленту. В Компостик понимают хоккей и знают, что нужно профессиональным хоккеистам. Там следят за игрой, там следят за хоккеем. Этим великолепным хоккейным лентам доверяют 28 клубов НХЛ, подавляющее большинство клубов Северной Америки, множество клубов со всего мира и многие клубы КХЛ уже перешли на эти хоккейные ленты. И ты присоединяйся к этому движению. Мотай на ус, мотай на крюк Компостик. С полевой лучше, полевая легче. Не сильно понравилась клюшка, я выбросовала. Она не твоего этого, ну, для вороты. Все-таки, почему действительно она выпадала? Может быть, не те перчатки учатся? Может быть, может быть, со стороны виднее, Илюш. Реально получается, что такое? Это просто вот так получалось, да? Не, хотелось бы просто действительно узнать. Если действительно без шуток, то зачастую, как бы, если брать матч с канадцами, то канадцы очень хорошо играли на пятаке, зачастую, когда шайба была в борьбе, либо я, то есть, туда шел, чтобы пропихнуть шайбу, да, то есть, подальше от игроков, либо просто канадцы целенаправленно, как бы, как сказать-то правильно. То есть, блокировали ее, шайба переходила в другой угол. Если бы я дальше сражался с канадцами и со своей клюшкой, то я бы терял момент, терял бы секунды. То есть, мне оставалось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент. Ярослав, если продолжать эту тему, ты считаешь, что вот из-за, опять же, потерь клюшки какие-то голы сборной России пропустил, потому что там ребята тебе передавали клюшку, там, в случае, там, с Канадой, там, Кусунгинов, по-моему, тебе передавал. То есть, вообще, как вы переговаривались? То есть, это их инициатива, что они тебе свою давали? Или ты просил? То есть, вот, как сам оценишь? Такой акцент делаете на клюшке, конечно. Да, тут с ней, без нее, она как-то... Она... Даже если ты без нее, там же не между ног головы заходили, поэтому... В том, что ее не было, как сказать... Проблема пропущенных шайб не в том, что клюшки не было. Павел, был вопрос, на тебя все время перебивали. Ну, да, просто, на самом деле, мысли повторялись. Вот, ну, вспомним, если прошлогодний турнир, то есть, что тебе дал этот чемпионат мира? Плюсы и, может быть, какие-то минусы, может, там, уверенность пошатнулась, еще что-то? Уверенность пошатнулась на этом турнире? Ну, по крайней мере, во-первых, тебя к журналистам не выводили ни разу. То есть, мы так понимаем, что тебя оберегают, чтобы ничего такого не было психологически. И, во-вторых, мне кажется, на этом турнире на тебя было больше давления, чем на прошлый. Не знаю, я как раз-таки в свою сторону давления никакого не замечал. Играл спокойно. Увереннее на этом турнире уже было гораздо, так как есть опыт того сезона. В этом плане, конечно, этот турнир сложился намного лучше. В плане психологии, в плане опыта. Уже было легче. Почему не выходил ни на какие пресс-конференции? Потому что, как и на Карель, я сказал, что все комментарии после турнира. Чтобы фокусироваться на хоккей. Тебе из ворот виднее. Вот по строению обороны, не знаю, как еще. Год назад с Канадой играли и 6-0, и 3-4, да, там 9 шайб было заброшено. Здесь полностью ничего не получилось именно в атаке. И в обороне много пропускали. Что изменилось тебе из ворот, если смотреть? Две команды за год. Это больше вопрос не ко мне. Я при всем желании на этот вопрос не смогу ответить. Ярослав Игорь Лорионов сказал, что ты будешь большой суперзвездой в НХЛ и в России. Ну и драфтован ты высоко достаточно. Вот эти все разговоры тебе не мешали, не отвлекали лишний раз. То, что постоянно вокруг тебя вот столько много ходит разговоров. Тебе пророчат большое будущее. Называют тебя суперзвездой, болельщики, журналисты. И главный тренер сегодня это в открытую сказал. Тебе вот это не мешает, такое внимание повышенное? Нет, стараюсь внимания не на этом концентрировать, а на игре в хоккей. И, как видите, особо к вам не выходило разговаривать, потому что, чтобы не отвлекаться. Потому что я же говорю, как хорошие игры все тебя хвалят. А если команда проигрывает, то, соответственно, наоборот. Поэтому в течение турнира никаких комментариев не давал. Ярослав, вот многие сейчас говорят про то, что Куба Карелла где-то немножко ввел в заблуждение, что немножко, так может быть, голову скружил этот результат. Скажи твое мнение. Все-таки тебе было сложнее здесь? Или в чем вообще отличие матчей на полутоварищеском турнире против взрослых мужиков и вот такого напряженного турнира против сверстников? Головокружений никаких не было. Все понимали, тут никого настраивать не надо было на этот турнир. Все понимают то, что сюда приезжают лучшие игроки со всех стран. И еще раз повторите вопрос, пожалуйста, чтобы до конца выйти на него. Да, я хотел спросить, насколько тебе, ну, вратарю, да, про всю команду, понятно, не можешь сказать, сложнее было здесь играть. В чем отличие между, может быть, по темпу, по напряженности? То есть в чем отличие между Карелла и МЧМ? Ну, отличие было, конечно, напряженности. Не знаю, именно на меня давление напряженности не чувствовал. Спокойно выходил, играл, волнения не было. Здесь, на этом турнире за... Здесь исполнение отличается на турнире гораздо выше, чем на Карелле. И, соответственно, на Карелле допускали ошибки и прощали, можно так сказать, команду соперника. На этом же турнире допускали ошибки и не всегда нас прощали. Ярослав, скажи, как работать без тренера вратарей, потому что молодому вратарю всегда нужно находиться в непосредственном контакте. Я понимаю, что ты с Рашидом Давыдом общался там как-то по связи, но все равно это немножко не то. И, в общем-то, это... Как ты это вообще... Может, это где-то помешало, то, что не было прямого контакта, вот именно только по там Zoom или Skype? Можно только гадать, как было бы по-другому. Как на данный момент есть, так и есть. Я говорю, это жизнь, всякие ситуации происходят в жизни, мы от них никак не застрахованы. Поэтому довели сведения, как что, как будет проходить работа. Я не скажу, что как-то меня это как-то выбило или как-то помешало. Я говорю, так как фундамент весь заложен в Новогорске, и я еще, получается, нет, скорее, еще тогда не тренировался, так как я еще болел. Вот, и, получается, переехал в Новогорск, мы проделали колоссальную работу, хорошую. И, в принципе, полностью уже готовы и прилетели сюда. Поэтому, не знаю, со стороны, мне кажется, было видно, что все нормально. Ярослав, все-таки полуфинал с Канады, можешь ли ты называть это самым таким болезненным поражением в своей жизни? И был ли готов, что тебя поменяют? Потому что, ну, часто, что в таких ситуациях все-таки идут тренеры на рокировку вратарей. Самым сложным не назвал бы этот матч. Мне кажется, просто тренера видели, что-то все зависит еще. Хотя не всегда, но, в общем, это решение тренера. Бывает, вратарь перепропускает, бывает, есть вратарские голы, есть не вратарские голы. Некоторым тренерам, как бы, как сказать, правильно-то. Несмотря на пропущенные шайбы, и как их забивали, все равно после трех шайб бывает, то меняют вратаря. Здесь, как бы, не знаю, тренера поверили, знают, что меня это не выбит. Три-четыре пропущенных шайбы, то, что я смогу спокойно играть дальше. Ну, все. Наверное, видимо, поэтому не стали менять. Ярослав, сегодня была забавная очень картинка. По интернету ходил, ты, наверное, еще не успел посмотреть. Может, посмотрел. Где ты один стоишь в середине площадки, и смотришь, как празднуют фирменные бронзовые медали свои, а ребята только потом к тебе подъехали. Помнишь этот момент? И так случайно как-то получилось? Или что там происходило? Можешь сказать, пожалуйста? Что происходило? Все, сирена закончилась, игра закончилась. Уже ничего поменять нельзя. Слезы, не слезы, после матча как бы ты уже слезами и счет на табло не поменяешь никак. И расстройствами. То есть есть 60 минут игры, в которые нужно вкладываться. После сирены уже кулаками не машут, и все, я встал спокойно. Семью линию, все. Не стал куда-то ехать на лавку или, не знаю, сидеть на коленке у ворот. Все, приехал, на сирене не устал. Встал в команду. Ярослав, лучше, я думаю, спросить напрямую, потому что по ходу турнира много мнений экспертов по твоей игре, по тому стилю. Одни говорят, что вот он не копирует шестерки на прямых ногах, другие говорят, что там излишне суетится, все остальное. Во-первых, как ты реагируешь на все эти высказанные эксперты, может, их потом читаешь после турнира или от них дистанцируешься. И во-вторых, насколько ты считаешь, что твой стиль идеальный и вообще ничего иметь не нужно, ты абсолютно прав. Никаких экспертов не читаю, не смотрю. Как бы, это ваше мнение со стороны. С ним никак спорить и что-то еще делать не буду. Ваши мысли по поводу идеальной, не идеальной, я думаю, нет идеальных. И работать, работать, работать. Много над чем можно еще работать. У меня есть вратарский тренер Скараши Давыдов, в котором мы работаем и улучшаем все компоненты игры. Вопрос на продолжение, кстати, в этот момент своей карьеры не считаешь ли, что ты недостаточно много сыграл матчей в КХЛ, чтобы тебе позволило больше замутереть и набраться мастерства? То есть, опять же, это не от тебя зависит, но мы смотрим со стороны, хотелось бы, чтобы ты играл больше и больше. В том году вообще один матч был у меня в КХЛ проведен, когда я поехал на турнир. Об этом и речь, да. Поверите, мне тоже хочется играть больше, но это понятно. Чем больше играешь на высоком уровне, тем легче. У меня, в принципе, дают, играю. Сколько дают, столько играю. По разным же причинам получилось столько матчей. Сначала заболел одним, потом другим. Всякое бывает, это жизнь. Сколько получилось, столько сыграл. Не скажу, что как-то помешало. В принципе, приехал в хорошую форму. Сколько, может быть, успокаивает, что есть возможность поехать еще в следующем году, может уже мысли, заряд есть. Скорее, чтобы растучил. Алло, 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 алло. Связь пропала, не до конца было слышно. Но, Семен, пропал. Суть в том, что у тебя еще один чемпионат мира есть в запасе. Сколько это для тебя перспектива? Конечно, хорошо то, что есть еще еще один чемпионат мира. за это время еще больше подготовиться, еще больше набраться опыта и приехать более опытом на этот турнир. У тебя еще контракт в России полтора года. Ты планируешь всю свою карьеру масштабно на нее смотреть. Грубо говоря, полтора года до возможного отъезда в Нэшел. Что бы ты хотел добиться за эти полтора года? Кем стать? Потому что мы видим, как тот же самый Шестеркин хорошо там СКАП подготовили. Он сейчас первый вратарь Рейнджерс буквально за 10 матчей стал. Я что-то не загадываю прям такое. Как бы работать, работать есть полтора года. Я нигде ничего не говорил то, что уеду или не уеду. 100% уеду или 100% останусь. У меня есть полтора года. Играю, играю, а потом уже будет видно, как что. решение буду принимать по окончанию контракта. Ну, речь немножко даже не об этом. Взрослый чемпионат мира для тебя в этом сезоне. Насколько глобальная цель? Цель первоначально на данный момент с клубом в сезон и, соответственно, плей-офф куба Гагарина первоначально, потом уже. Дай бог, если все получится, вот это первоначально потом уже, ну, будет видно. Вызовут будет хорошо. Ну, вопрос, наверное, конец. Есть еще? Да, есть игра на этом турнире, к которой вы были с собой довольны. Игра? Да. Да-да, игра одна. Ну, или несколько. Ни одной из игр не буду выделять, в принципе. Более-менее ровно провел турнир. Можно рассчитывать, что ты будешь терять клюшку в чемпионате КХЛ? спасибо. Нет, я куплю себе суперклей. Буду приклеивать. Единственная проблема, если придется играть клюшкой и выходить за ворота, клюшка будет приклеена. Надо как-то разобраться с этим. Но я что-нибудь придумаю. Илья Брызгалов сказал тут в интервью, что готов с тобой позаниматься и сделать тебя сильнее. Есть ли вратари в мире, чей мастер-класс от них был бы для тебя очень интересен? У меня есть вратарские тренера, которые работают со мной. Все, на этом мой ответ закончен. Меня все устраивает. Ряд специалистов, работающих со мной. Очень сильный ряд специалистов, работая с которыми я понимаю, что я добавляю Ярослав, как у вас были отношения с Ахтямовым, со Скотниковым, когда все знали и открыто говорили, что ты там номер один и будешь играть 99% времени получать, а они роль второго, третьего голкипера изначально были. Как у вас внутри были отношения в коллективе с ним? Как вы общались? Поддерживали они тебя? В коллективе отношения вообще замечательные. То есть никаких обид или еще чего-то не было. Все все приехали делать одно дело, поэтому парни красавцы поддерживали на протяжении всего турнира. Никаких обид или еще чего-то не было. То есть большие молодцы на сильную вратарскую бригады. Еще такой вопрос про подготовку к турниру сбор Новогорска. Если можно еще раз насколько он был максимально полезен и повлиял ли пузырь? Потому что это был очень обычный чемпионат мира. Никогда не были в таких ситуациях. Ну в принципе была подготовка в Новогорске. Уже условия были точно такие же. Поэтому плюс-минус приближенные максимально старались. Необычный опыт такого никогда не было. Что-то новенькое. Все равно все несмотря то, что все уже были готовы к этому. Но это непривычно и все равно все устали от этого пузыря всей команды. Психологическая усталость, да? Даже не знаю как сказать. Уже просто все хотят домой. Условия, тем не менее условия здесь хорошие. Не скажу, что условия какие-то плохие. То есть все в принципе на очень таком солидном уровне. Но все же в пузыре. Пузыри не легко. еще есть вопросы к Ярославу? Ярослав, спасибо тебе за общение и тебе удачи. вам спасибо. Спасибо, Ярослав. Здравствуйте, меня слышно? Да, все хорошо. Ну, расскажи вообще про турнир, про то, как складывалось. Давай начнем с самого начала, наверное, про подготовку, про условия, в которых готовились, потом про переезд в Эдмонтон, так, небольшой сделаем общий обзор этого всего. Да, конечно, у нас, честно, мы приехали заранее, даже меня с Мишкой Абрамовым, вот там, Янечка Кузнецова, Фирста привезли заранее, чтобы мы немного акклиматизировались в России, немножко подпривыкли к тому времени, как там было, честно. Мы приехали не сразу к сбору, нас за два дня привезли, потом у нас во время сбора у нас были хорошие условия, мы чувствовали себя честно, как дома, мы жили первое время по одному, потом жили по двое, и когда ты живешь по двое, чуть лучше чувствуется атмосфера, потому что, знаете, как плечевого своего друга приятнее. Еще на сборах у нас были хорошие условия, у нас все было, чтобы двигаться вперед, одежда была у нас, полностью одевали, всю форму выдали. Я считаю, что у нас до даже приезда в Эдмонтон у нас были отличные условия, питание было выстроено очень правильно для того, чтобы двигаться вперед и набирать свою лучшую форму. по турниру теперь небольшой и такой прикат. Я думаю, что говорить уже все, в принципе, видно, ничего, не смешно, но да, такой результат. Я думаю, все, просто результат на табло, почему как-то о чем-то рассказывать, если люди все видели, да, может быть, кто-то, каждый поймет это, как ему надо, не важно, что я сейчас могу рассказать, результат на табло и как это произошло, люди сами видели, и каждый для себя сам посчитает нужно, как это произошло. Я тогда разолью тему от Павла Сынкова, матч ТВ. Со стороны, когда смотришь, мы давно не видели такую слабую по результату атаку сборной России, да, плей-офф три матча, только три гола, в группе ноль голов с чехами, но там товарищеский матч с Канадой тоже не будем брать. В чем проблема нашей атаки, почему мы так мало забивали? Здравствуйте, Павел, да, вот это точно одна, я считаю, из самых главных причин, потому что можно пропускать, но если ты будешь забивать больше, то и результат будет. Мы не забивали, это большой вопрос, не только ко мне, но ко всей команде, но я беру, знаете, все на себя и считаю, что не то, что не получилось, мы делали честно все, я не могу сейчас сказать, что кто-то играл хуже, кто-то лучше, все играли на пределе своих возможностей, каждый, знаете, когда выходишь в форме сборной, когда у тебя герб на груди, тебя не интересует, что у тебя сзади, там какая фамилия, какой номер, ты выходишь и просто делаешь свою работу, ты выходишь, ты понимаешь, что молодежный чемпионат мира, это как мандарин или оливье на новый год, и когда ты приходишь в магазин, ты выбираешь, ты стараешься взять, который легче чистится, без косточек, не кислый, ты можешь даже в магазине попробовать, но бывает, приходишь домой, а остальные все кислые, с косточками, чистятся плохо, ты вроде бы выбирал, ты тратил на это много времени, так же, как и мы, мы готовились достаточно, и да, не получилось, я, честно, только все закончилось, пару часов назад, я не могу, честно, очень сильно расстроен, и да, вот у нас не получилось, сейчас самое главное, это сделать выводы правильные, и двигаться дальше, вот, я думаю, все, большинство было в цирке у Юрия Никулина, на, на цветном, на цветном бульваре, вроде как-то так, он сказал так, забудь то, что тебя ранило, но не забывай, чему оно тебя научило, и я считаю, что это в данный момент правильно, надо сейчас как-то успокоиться и двигаться дальше. Как раз к себе этого вопроса нет, потому что лучший снайпер сборной, три гола, вот, по статистике мы посмотрели, но, со стороны показалось, что, ну, ставили красивый хоккей, советская машина, но не хватило прагматизма, больше лезть на ворота, всего вот этого, то есть, даже когда смотришь после матча раскладку бросков, у Канады все там выстыкано точками в нашей ворота, а у нас их гораздо меньше, вот, почему такой на користости не хватало? Вот, я тоже после, вообще, игр смотрел, и мне казалось, что моменты-то вроде бы есть, мне кажется, что больше над исполнением не хватило, потому что, если посмотреть, то хорошие моменты, даже сегодня в матче, согласитесь, у нас были неплохие моменты, у меня был, у Барди, у Чины тоже был хороший момент, и также в других звеньях были неплохие моменты, которые ребята могли реализовать, это, наверное, вопрос к исполнению, а не к тому, как тренер ставит игру, потому что хоккей-то вроде бы хороший был, и да, он кажется красивый, но на самом деле и борьбы много, и на ворота лезем, мне кажется, это достаточно, просто надо решать индивидуально. Василий, здравствуйте, у меня вопрос такой, наш легендарный хоккеист Фетисов сказал, что ни один игрок сборной России этой, молодежной, не попал бы в состав сборной Канады, вы, как хоккеист, выступающий за океаном, который видел этих соперников в матчах за клубы, можете сказать, насколько это близко к правде, насколько велика разница именно в мастерстве, в подготовке, в индивидуальной, между вами и канадцами. Я, честно, не знаю, я игрок в сборной России, а не сборной Канады, это решает кому-то другому, кто сидел на трибуне, я рад, что я не сидел на трибуне, а помогал нашей сборной двигаться в том направлении, к той цели, к которому мы задали. Василий, здравствуйте. Говорите, извините. Да, Василий, такой вопрос, показалось, что даже сегодня с финнами, что не очень вам хватало физической готовности, первые 10 минут так бегали хорошо, забросили, а потом начали подсаживаться, подсаживаться, и вот усталость какая-то накопилась у вас, да, или что, показалось, что какие-то проблемы с физикой у вас были? Я имею в виду не лично у тебя, а вообще у команды у всей. Я и по себе, и по всем, как бы с ребятами тоже веду диалог, не только после игры, но в течение игры мы все вместе разговариваем, там тренерский штаб спрашивает, кто, как, если что, кто-то может пропустить сменку. У нас всегда есть 13 нападающих, которые может подменить по поводу физической формы. Мне кажется, не должно быть и вопроса, потому что сейчас все игроки, это середина сезона, когда игроки уже, можно сказать, на пике своей идеальной формы. Я знаю, что ребята большинство играет в КХЛ, и у них сейчас будет начинаться плей-офф, они 100% в своей идеальной форме, чтобы показывать лучший хоккей. И я не вижу сомнений, чтобы задаваться вопросом, что кто-то был не в лучшей своей форме. Василий, здравствуйте, Артем Соловьев. Хотел спросить такой вопрос. Я в течение всего турнира смотрю два канала, первый канал и ТСН на английском. И сегодня очень жестко Рей Феррару на ТСН скажем так, нехорошо сказал о хоккей системе в России. Сказали то, что много регионов, но, понятно, большая сторона на той стороне одно делают, в Средине России другое учат, в Москве, в Питере другое учат. Нет одного. И с чего, вы думаете, надо начинать, чтобы вот дети, которые росли в одной системе, не знаю, потом к вашему возрасту могли играть вместе, да, и находить игру, потому что сейчас смотреть на игру канадцев, американцев, у них все кликается, даже у них было меньше времени играть вместе, чем у вас, да, то же самое у канадцев. И второй вопрос, что вы взяли для себя вот этого турнира, вот этого опыта. Спасибо. Вот, смотрите, вы задали вопрос, что надо... Сейчас, я соберусь. В смысле, что надо... Почему какие-то ТСН говорят, что у нас разная система? Они не были в России, как они могут сейчас говорить, что у нас разная система? Также я могу говорить, что я где-то слышал, что у них отличается хоккей в лигах WHL, QMJHL и OHL. Это просто разговоры, которые кто-то, может быть, кому-то сказал. Это... Я уверен, что это неправда, потому что сейчас в России все, мне кажется, работают по одной системе, красная машина, и все двигаются в правильном направлении. Эта система не просто расписана, а она подготовлена и разослана во все округа нашей необъятной страны, поэтому у меня не стоит вопроса, что мы сейчас двигаемся и работаем по разным системам. Да, бывает, знаете, именно уже внутри клуба своя просто тактика, так же, как у квартального одна, у знарка другая. Это просто детали, которые прорабатываются по-другому, а хоккей-то везде одинаковый. И зачем еще делать какую-то одну систему, если можно за счет разных получить просто один результат. Нам по факту на выходе нужен какой-то определенный результат, а как тренер его будет носить, делая одни упражнения или другие, это уже его дело. Зачем ставить какие-то рамки, если тренер может за счет своих упражнений показывать тот же результат, просто приходить к одному единому. Знаете, как в конце каждого уровня ты в любом случае проходишь какой-то финальный уровень и на нем остаешься. И следующий ты должен делать примерно тоже такой же, чтобы просто остаться на нем, вот на той же ступеньке. Ты не делаешь промежуточную, ты просто приходишь к одному единому. А второй вопрос можете повторить? А что я для себя с этого турнира? Да, что вы для себя взяли от этого турнира? Спасибо. Второй, так, что я взял для себя? Я считаю, что как команда мы, я считаю, что хорошо сыграли. У нас не было такого, что, знаете, бывает на лавочке какая-то такая грязь, когда вот там кто-то что-то не так сделал и начинается там один начинает другого загонять. Нет, у нас все было едино, мы друг друга поддерживали. Знаете, даже вот когда было 0-4, 0-5 с Канадой, мы все равно, честно, мы сидели на лавочке, мы были уверены, у нас горели глаза, чтобы выходить и забивать. Не было такого, что вот, все, там, опустили, нет, мы знали, что мы не только за себя играем, а за зрителей, болельщиков, которые возле экранов ночью смотрят наши матчи. Это, честно, дорогого стоит представлять нашу страну. И я не могу, никто не может себя покорить в том, что кто-то что-то не сделал для результата команды. Все выложились на все 100. Сегодня в третьем периоде попал в трансляцию момент, когда на лавочке говорили, что давайте не умираем на лавочке, сейчас пойдем забьем. Насколько может быть чувствовал, что не хватает какой-то жизни на лавке? Или такие были слова, просто которые надо было сказать? Да, мне кажется, так каждый просто говорит, наверное, в тот момент камера, может, или звук был, именно когда я говорил. А так у нас каждый друг друга поддерживает, что нету времени как-то проседать, опускать голову, потому что это турнир, и мы должны двигаться постоянно, только вперед. Василий, хотел спросить про подковзина у тебя. Понятно, что капитан, он, да, и заряжает эмоциями раздевалку и команду, но иногда вот так смотрелось как-то, немножко удивлял момент, когда Василий там чуть ли не как главный тренер уже собирал вокруг себя всех игроков, командовал, кричал, а Игорь Николаевич показалось, где-то уже в стороне находился. Вот лично для тебя вообще и команда как к этому относилась к такому проявлению его лидерских качеств, тебе не кажется, что это уже немножко где-то переходило, может быть, какие-то границы или ты считаешь, что это нормально было? Нет, я полностью так не считаю, потому что когда я с орбитой 2000 года ездил на финал России, мы проигрывали, если не ошибаюсь, там 4-7, потому что я, по моему мнению, было не объективное судейство, но, знаете, я перед матчем всех, ну не перед матчем, уже между вторым и третьим собрал всех и просто ты начинаешь говорить просто за что мы играем, потому что я не считаю, что это неправильно, потому что Вася сделал все намного правильнее, чем я думал, он собрал нас, объяснил, может, где-то чуть больше замотивировал, хотя у всех мотивации было достаточно, и для меня это никак не удивительно, что один человек, там, капитан команды, не тренер собирает и дает какие-то наставления, потому что вы не замечаете, сколько Игорь Николаевич нам помогает, поддерживает в раздевалке, также на лавочке, просто нету такого вот, когда все собираются, Игорь Николаевич индивидуально на каждом подходе, что-нибудь на ухо шепнет, шепнет, тихонечко рукой посменяет, постучит, и ты получаешь такой заряд энергии, который ты никак бы не мог получить при любых энергетиках или еще чем-то, ты понимаешь, что он в тебя верит, он верит не только в тебя, а во всю команду, поэтому Василий подкосненно сделал все правильно. Василий, у вас же еще один молодежь от мира впереди, да? Вы расстроитесь, если Игорь Иванов сейчас идет в отставку? Я по поводу Игоря Николаевича вообще много хочу сказать. Я знаю, что сейчас очень много, я сам вижу, что очень много негатива идет в его сторону, честно. Проиграл, ребят, не он, проиграли мы, мы проиграли, не надо сейчас на него давить, вот это я единственное, что хочу попросить, потому что это человек-легенда, мы проиграли матч, не надо сейчас давить на него, на него и так падает очень много, мы виноваты, все, там про нас можете, что хотите писать, там не доработали, не донастроились, все, без разницы, это уже прошло, но на нас можете, на него не надо, он, честно, когда ты выходишь за него играть, тебе не нужна никакая мотивация, и по поводу того, уйдет ли он в отставку, я не знаю, я хотел бы, чтобы он дальше продолжил работать, потому что мне не только находиться в его обществе приятно, и я имею гордость, что представляю его, а еще он учит тебя такими советами, которые ты нигде не получишь, поэтому я, честно, сам расстроюсь, если он, он идет за ставку, или его уберут, но, поверьте, я за этого человека, да и каждый в этой команде готов все поставить, чтобы этот человек был с вами вообще всю жизнь, и он всегда поможет, честно, вы, мне кажется, многие не представляют, кто лично с ним не знаком, насколько человек этот великий и знает в нужный момент, что подсказать, потому что он знает, что в каждую секунду, каждый момент игры сказать своему партнеру. Вот хорошо, очень сейчас сказал, очень хорошо, потому что мы-то не видим это, у вас же вы сидите в пузыре в изоляции, и тем более мы не видим, что происходит в раздевалке. Со стороны кажется, что лавка такая, наша холодная, потому что там бывают тренеры-мотиваторы, они бегают, арут, вот как Назаров сказал, игрокам надо дать волшебный пендель, чтобы они заиграли, а у нас стоят и просто холодные учителя такие, академики с тросточками, вот в этом нюанс, поэтому вопросы такие. Просто мне кажется, у него есть к каждому свой подход. Это не потому, что он плохой и не так делает, он делает все правильно. Допустим, вот у нас в Канаде примерно так и есть все, и он знает это, он хочет помочь нам. Он не из-за того, что просто хочет свою какую-то систему, он знает, что это работает, и мы уверены в этом. Знаете, мы ему полностью доверяем себя, он нам говорит, вот так сделать, мы так же, вот мы делаем не точь-в-точь, но привносим что-то еще свое. Он говорит нам импровизировать, мы импровизируем. Он нас не ругает за это. Да, у нас что-то не получилось. Это вот, как я пример уже привел, когда мандарин, ну, с косточкой попался, ну, не получилось забить. Мы будем лучше. Я, я обещаю это, что мы сделаем правильные выводы, и в следующем году будем намного сильнее не только духом, но и индивидуально. Есть ли еще к Василию вопросы? У меня два коротких вопроса. Во-первых, твои планы сейчас ближайшие, то есть там, ты едешь там в тренировочный лагерь, там может тебя привлекают Каролины, еще что-то. Где ты будешь играть дальше в этом сезон? Сейчас у меня завтра самолет к себе, в свою команду, в Шевниган. У меня просто пока нет еще американской визы, я ближайшие дни, надеюсь, там, ближайшую неделю сделаю ее, и смотря, как у нас обстановка будет в нашей лиге, если ничего лучше не станет, то я поеду в Каролину к себе. Ну, туда. И второй вопрос, прям несколько дней у меня в голове сидит, там уже, наверное, больше не у кого спросить, но так, для истории, какие мотивационные фильмы вы смотрели перед матчем с Канадой и Финляндией? Потому что мы начали спрашивать там с начала турнира, да, с Пёрс, там, вот это еще что-то. Очень интересно. Вот мы посмотрели только один фильм, если не ошибаюсь, время первого, про наших космонавтов, которые прилетели не в 67-м году, как был запланирован полет, а в 65-м. И потом больше ничего не было? Нет, больше ничего не было. Каждый готовился индивидуально, как он подготавливается к каждой игре, потому что я считаю это самое главное. Каждый, у нас люди в сборную приезжают, не то, что там сейчас придут, все кино посмотрят и подготовятся. У каждого своя рутина, которую он делает, он верит, что она помогает, это помогает самое главное ему. Спасибо тебе, удачи. Спасибо большое. Спасибо, Василий, удачи, спасибо. Спасибо большое. Увидимся уже в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok